Девушки отдыхают 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 Да, региональная группировка, действует региональная группировка, и пусть никто там нас не критикует и не делает из этого каких-то не то фейков, не то чрезвычайных заявлений, что ах, ох, там вот Лукашенко, российские войска и прочее. А что тут удивительно? Мы давно об этом заявили, уже, наверное, лет 20, как мы договорились об этом, поэтому здесь нет ничего удивительного, ну им надо эти чрезвычайные происшествия, поэтому они и будут писать, но мы все четко должны прописать, чтобы заранее все знали, и особенно в нашем обществе, каким образом мы будем защищаться, как будем обороняться, какие будут наши действия. Нам нельзя успокаиваться, мы в этом котле, нам спокойно жить не дадут, нас все время будут давить по всем направлениям. Ситуация очень серьезная, я бы даже сказал опасная, и нам ни в коем случае нельзя упрощаться. Не надо ничего бояться, надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени, значит надо. Надо отмобилизовать ее, чтобы мы видели, живы ли люди, те, которые приписаны к этой части, значит надо ее отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять, значит надо. Надо народное ополчение проверить там, на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие, значит надо. Особенно последнее. Потому что народное ополчение у нас в стадии формирования. Поэтому вот эти вещи мы не должны забывать, и это у вас все должно быть под контролем. Нам надо защитить свое отечество, и что касается поддержки России, еще раз подтверждаю, через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно и не будет. В этом наши обязательства перед нашим союзником. К слову, в этом разговоре президента с госсекретарем Совбеза привычно много ответов на волнующие вопросы для тех, кто внимательно слушает и хоть немного умеет читать между строк. Посыл белорусского лидера в сегодняшних реалиях простой. Довериться президенту. Довериться, но не расслабиться. Это неоднозначные понятия и по существу, и по качеству, хотя очень близкие по восприятию. Так вот, довериться, это значит четко следовать реализации поставленных президентом задач. Касается всех, не только главу государства и ответственных по военному направлению, а каждого белоруса. Почему об этом немного позже. Сегодня же, чтобы всеобъемлюще понять смысл, который Александр Лукашенко несет и здесь, в Беларуси, и за ее пределами на международной арене, достаточно запомнить следующее. Земля просто так родиной не становится. Из земли родину делают люди своей любовью. На каждом из нас за судьбу отчизны сегодня лежит личная ответственность. К сожалению, многие этого до сих пор так и не поняли или поняли, но выбрали предательство родины. Более 80 бывших силовиков и работников прокуратуры лишены званий и классных чинов. Соответствующий указ президент подписал на минувшей неделе. Лица, перечисленные в документе, лишены званий и классных чинов за совершение преступлений, административных правонарушений и дискредитирующих проступков, несовместимых со статусом военнослужащего, работника органов прокуратуры. Также в указ включены бывшие военнослужащие, которые в настоящее время принимают участие в вооруженных конфликтах на территориях других государств. В Украине уже создаются некие не то полки, не то батальоны. Это вы прекрасно знаете. Для свержения не только власти, но для того, чтобы перевернуть, оторвать Беларусь и присоединить к блоку НАТО. Ну опять хотят новую Украину здесь в Беларуси создать. Это недопустимо. Я об этом говорю искренне и откровенно, чтобы знали. А ведь сегодняшние события в Украине не возникли неожиданно. Все это всего лишь следствие игнорирования рисков безопасности в регионе западными странами и не учета интересов вовлеченных государств. Предпосылки к этому формировались задолго до февраля 2022-го. Формировали повестку США. Истинные цели американцев в Украине стали известны благодаря попавшему в шведскую прессу секретному отчету «Турант». По данным доклада, США с самого начала использовали Украину для разрушения экономики Германии и Евросоюза. Для того, чтобы ослабить кризис в самой Америке. Агрессивная внешняя политика, проводимая на Украине, вынудит Россию осуществить военное вмешательство в страну. Целью является введение давно готовившегося пакета санкций. Экономика ЕС в результате неизбежно рухнет. США могут получить ресурсы, эквивалентные 9 миллиардам долларов. А хорошо образованная европейская молодежь будет вынуждена эмигрировать. Наша экономика находится в очень сложном положении. Мы не можем позволить себе сейчас отдавать по 6 миллиардов долларов на поддержание одной из сторон регионального конфликта. У нас огромное количество проблем, которые нужно решать сегодня и сейчас в США. Только заниматься внутренней повесткой в США сегодня вряд ли. Собираются все усилия политических элит, направленные на внешнюю составляющую. Блок НАТО продолжает продвигаться к российским границам. Россия вынуждена реагировать соразмерно. Именно поэтому с 1 января 2023 года численность вооруженных сил России увеличится. 137 тысяч военнослужащих укомплектуют новые воинские формирования. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября 2022 года. Еще раз, для полного понимания происходящего. Частичная мобилизация в соседней России сегодня вызвана не военной слабостью, а именно под таким соусом преподносится эта информация не государственных и зарубежных СМИ, а необходимостью соизмеримых мер. Это в сегодняшних реалиях первоочередное. Только когда действия стран коллективного Запада зеркалят, там это не совсем нравится. Вместо того, чтобы остановиться, раскачивают лодку еще сильнее. Литва в ответ на частичную мобилизацию в России повышает уровень готовности в силах быстрого реагирования. Вместе с тем, как заявил министр обороны Литовской Республики, параллельно обсуждаются меры по дальнейшей военной поддержке Украины. И Вильнюс, цитата, призывает всех союзников увеличить поток этой помощи. По этой же самой причине Польша. Он также настаивает на увеличении сил НАТО на восточном фланге. Частичную мобилизацию в России вице-канцлер ФРГ назвал неверным шагом, ответ на который Берлин собирается обсудить. Всего лишь частичная мобилизация в России вызвала достаточно бурную реакцию мировой общественности. Фейки не заставили себя долго ждать. Их уже более двух миллионов. Но удивляет даже не это. Удивляет другое. Когда Россия в силу объективных причин объявляет во всеуслышание о частичной мобилизации, мир в буквальном смысле начинает сходить с ума. Когда же украинский парламент поддерживает законопроект о добровольном воинском учете женщин, это иное. Как и тот факт, что с 1 октября военно обязанным женщинам выезжать из страны будет нельзя. Готовят закон по сокращенной процедуре. На мой субъективный взгляд, это все, что нужно знать о справедливости стран коллективного Запада сегодня. К слову, падает уже дудку, хотя заставит плясать и Беларусь. Пытаясь ввязать нашу страну в мобилизационный поток, только мобилизации в Беларуси нет и не будет. Ввязываться войну на сопредельных территориях наша страна не намерена. Есть только один повод, когда беларусы будут воевать. И об этом президент Александр Лукашенко говорит постоянно. Воевать будем только тогда, когда придется защищать свой дом, свою землю. Иные обстоятельства домыслы не больше. Не будет никакой мобилизации. Это вранье. Коротко и ясно. Это вранье. Мы не собираемся мобилизовывать. Нам это не надо. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик и сказать, ну у нас пойдет мобилизация. Они же за это не отвечают. Им надо создать ситуацию. Они всячески пытаются меня на чем-то или вместе нас поймать на чем-то и создать ситуацию. А вдруг вот им надо за что-то уцепиться. Пока уцепиться не за что. По всей вероятности предел в международных кавычках дипломатов переливать из пустого в порожнее, провозглашая пустые лозунги и распространяя искаженную информацию. Дипломатия в сегодняшних реалиях потеряла не только истинное предназначение, но и в целом суть. Умение договариваться и слышать. Делают это не вопреки, а во имя сегодня разве что единицы. Беларусь и Россия, к примеру, лидеры двух государств встретились сегодня в Сочи. Президенты обсудили актуальную повестку дня сегодняшнего. И Беларусь, и Россия предрекали гибель, но и одно государство, и второе успешно работают. И с этим придется считаться, как бы того не хотел однополярный мир. Мы изменились за эти три месяца значительно. Мы увидели, что мы можем жить и существовать нормально. У нас с импортозамещением нормально получается. И на своих самолетах будем летать, и военных, и гражданских военных мы и так летаем. И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет. Ну а Европа, если она отшумела, я про тех не говорю за океаном. Ну пусть они думают. Пусть они думают. Я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Ну не хотят, не надо. Мы потихоньку будем выстраиваться. И с уважением к нам относиться. Ну а без этого мы с ними вообще разговариваем. Мы же славяне. Мы с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. Не говоря уже о Беларуси. Россия. Гигантская страна. Какие могут быть унижения? Ну мы же помним, как там в Америке, начиная с предыдущего президента. Мы исключение. Корону на голову одел. Мы миром будем управлять. Мы же помним, мы обсуждали эту тему. То продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям. Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас. Ну мы открыты, и вы тоже. Вы тем более. Вы об этом постоянно говорите. Мы готовы к этому. Но унижения никто не потерпит. У русских людей никогда этого не было. И никто не позволит ни один русский человек, ни одному президенту, в том числе и президенту Путину, не следовать этой линии. Наш курс правильный, наше дело правое. Победим. У нас выхода другого нет. Русло разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина не то, чтобы актуально. Я бы сказала, на перспективу. С оценкой всего произошедшего и происходящего и обязательного прогноза на будущее. В контексте интеграционных линий между Беларусью и Россией многое сегодня выстроено и работает как единый механизм. Тандем построен на многолетнем опыте, взаимоуважении и взаимных интересах. Коллективному Западу априори такие связи в свете перераспределения центров сил не нужны. Поэтому, а другими методами там не пользуются, включается информационная атака. Людей на Западе готовят к тому, что мы, Беларусь и Россия, несем зло. Как говорится, лучшая защита нападения. Так вот, чтобы не проиграть эту часть развернувшейся гибридной войны, важно своевременно отражать идеологические провокации. Как действовать при этом Александр Лукашенко расскажет лично, чтобы не возникало ни лишних вопросов, ни домыслов. Игорь Тур позицию президента дополнит. Против нас развернута война. Идет по линии информационно-психологических операций. У них все это основано на фейках. Возьмите Бучу. Яркий пример информационно-психологических операций. Имело воздействие? Колоссальное. На экране не должно быть открытого вранья. Да, вы можете как-то показать, как вы делаете художественно, не художественно, или тут что-то, или ты покажешь. Но в основе должна лежать правда. Понимаете? Изначально должна быть правда. Потому что если фейк, через некоторое время это все равно станет достоянием. Вот те, кто свозит эти, пусть меня простят, эти погибшие, трупы эти, кто свозит, а потом снимают на телефон, на камеру и прочее. Ведь рано или поздно они заговорят. Они же расскажут, как это было. Ну им наплевать на это. Но нам не наплевать. Нам нельзя так поступать. Поэтому в основе должны быть факты. Конкретные факты. На стол. А вы уже подавайте, интерпретируйте, как вы сочтете нужным. В этом должна быть разница этих операций. От нашей стороны. С теми операциями, фейковыми, которые они проводят. Любая безопасность это защита плюс нападение. Что касается информационной безопасности и защиты своего медиаполя, мы должны продолжать честно говорить нашей аудитории, что происходит внутри Беларуси, в том числе по военному вектору. Если на территории Беларуси проводятся какие-либо учения, мы должны обязательно первыми подробно рассказывать, что это за учения, для чего они проводятся, кто принимает в них участие. Чтобы у наших оппонентов не было возможности фейками атаковать нас по этому вектору. И второе, для защиты нашего медиаполя нужно продолжать отсекать доступ к нашему медиарынку тем ресурсам, которые заведомо работают фейками для дестабилизации обстановки внутри Беларуси. Теперь, что касается нападения. Нужен ли Беларуси аналог украинского ЦИПСО, работающий психологическими атаками на население? Александр Лукашенко сказал на это предельно точно нет. Любая наша работа в информационном поле должна основываться на правде. Но, тем не менее, проводить информационно-психологические атаки, основанные на правде, можно. И ярчайший пример этому это то, что происходило у нас в Беларуси в конце 2020 года. Если помните, в это время в нашем медиаполе начали появляться сливы переговоров беглых, скриншоты их переписок, информация о реальном состоянии дел в Варшаве и Вильнюсе. И это оказывало очень сильное психологическое воздействие на разные аудитории. На аудиторию прогосударственную был оказан эффект консолидирующий. На аудиторию нейтральную, ну, скажем так, это было больше информирования. Посмотрите, что происходит на самом деле. На, скажем так, протестную аудиторию был оказан психологический эффект, суть которого в разочаровании. И самое главное, вот эти вот центры беглых в Варшаве и Вильнюсе, после того, как начали понимать, что информация от них утекает и остановить это достаточно сложно, у них тоже произошла, скажем так, дезморализация. И работа по многим векторам была свернута по причине отсутствия гарантии утечек информации. Это тоже можно считать информационно-психологической атакой, но при этом основанная на чистейшей правде. Я думаю, что после доклада госсекретаря Совбеза, главнокомандующему, вот работа по этим векторам будет усилена. Чтобы не допустить влияния извне, сегодня жизненно важно доносить до людей правду. Любую, историческую, в частности, ведь знание истории своей страны – основа не только государственного строительства как такового, но и нации, отдельной семьи. Фэки очень быстро и безболезненно разлетаются в прах, сталкиваясь с фактами. Последнее сегодня красноречивее любых слов. Кто-то памятники рушит, Беларусь их не просто сохраняет, воссоздает и строит новые. Чтобы следующие за нами поколения наглядно видела, что приносят войны. Видела и никогда не позволяла повторить страшных ошибок. Миротворческая позиция Беларуси – наша отличительная черта. Особенность, которую даже в самых непростых и, казалось бы, нерешаемых ситуациях Беларусь не изменяла. Мы говорили и продолжаем говорить. Беларусь никогда не выступала за войну. Но мы и не предатели. У нас есть союзнические обязательства, и мы твердо следуем и будем следовать духу и букве международных договоров, участниками которых мы являемся. При этом Беларусь ответственно заявляет, что ни один беларусский солдат, ни одна единица техники не были направлены в Украину для участия в боевых действиях. Независимые эксперты ОБСЕ подтверждают, что Беларусь не является участником международного вооруженного конфликта согласно нормам и принципам международного права, о котором здесь много говорилось. Все звучащие обвинения в адрес Беларуси со стороны Запада абсолютно беспочвенны и голословны. Минск, как непосредственный сосед, заинтересован быть участником переговоров между Россией и Украиной о стратегическом мирном урегулировании и готов создать все необходимые условия для их продолжения, в том числе и на беларусской земле. И финальные договоренности должны учитывать, в том числе и интересы беларусской страны. Новая валюта в мире сейчас спокойствие. И чтобы беларусам было спокойно, президент Александр Лукашенко вместе с ним, ответственные за страну, ежедневно объясняют людям каждый шаг и каждое решение, принятое или не принятое, именно так формируется доверие у людей к власти. Причем не только у собственного народа, а это большой показатель. Каждый народ достоин своего правительства. И вот я вам хочу сказать, что в Латвии, боже, уже несколько лет слышат, вот нам бы такого батьку сюда на прокат, понимаете? Замечу вам, что и не только в Латвии. Это да. Где вы видели президента в какой-либо стране, который с утра до вечера ездит по своей стране, щупает эти там созревшие пшеницу и все. Где он там смотрит, извините, зайдет в каждый коровник, в каждый свинарник, в каждый курятник. Где вы такое видели в Европе? Вот скажите мне, вот скажите мне кто-нибудь. Посмотреть на жизнь Беларуси собственными глазами с каждым днем едут все больше и больше иностранцев. Благодаря безвизу, введенному главой государства, нашу республику уже посетили более 244 тысяч иностранцев. И вот, что люди реально думают о нашей стране. В Беларуси очень-очень безопасно. Люди переходят только на зеленый свет. Никто не мусорит. Даже в тех местах, которые, как говорят, более алкогольные. Можно даже оставить свой телефон на столе или портфель. И никто его не возьмет. Так что это очень круто. Беларусь – островок безопасности и стабильности в Европе. Место, которое извне пытались и пытаются поджечь разными способами, лишить независимости. Но Беларусь все выдерживает. Причина в людях. Именно беларусы сегодня, помните, о чем говорила в самом начале, своей любовью делают эту землю родиной. А на сегодня у меня все. Напомню, если вы что-то пропустили, наши программы можно просмотреть в социальных сетях и на YouTube-канале телеканала «Звезда». Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч в эфире через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова